Учитывая объем проделанной работы и планы на будущее, значительную помощь нефтяников Лукойла есть и основания считать, что Коголым и в дальнейшем продолжит динамично развиваться и оставаться одним из благоустроенных муниципальных образований Западной Сибири, отметил Николай Пальчиков. В целом 2018 год охарактеризован устойчивым социально-экономическим развитием города. Расходы бюджета снизились, муниципальный долг отсутствует. Более 67% было направлено на финансирование социальной сферы. Это образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт. Численность посетителей спортивных секций выросла на 5% и составила 23 260 человек. Более 700 человек стали участниками выездных соревнований. Актуальная работа с молодежью. В Коголыме сформирован актив стратегически мыслящих людей, готовых не только предлагать, но и воплощать в жизнь идеи, работающие во благо родного города. Мы регулировали вопрос с перевозчиком городского автотранспорта. На будущее у нас 12-13 апреля состоится молодежный форум. Молодежь движения называется. Это первый форум. Мы пригласим туда рабочую молодежь со всех организаций города. Также специалистов из Питера и глав города из ближайших городов. Для того, чтобы они поделились опытом. Мы решили подать наград президента. Значит, это у нас в 2019-2020 году планируется проведение новых мероприятий. Это тоже впервые в Коголыме. Это праздник цветов будет и праздник гранатов. Кроме того, в 2020 году у нас будет 9 мая. Это 75-е годовщина Великой Отечественной войны. Мы бы хотели тоже в этом участвовать, так как бакинская нефть тоже внесла немалую лепту в Великой Победе. В рамках проектного управления благоустроены дворовые территории и сквер фестивальный. Созданы условия для развития жилищного строительства в 12-м микрорайоне. Запланирована реконструкция городского пляжа. В 2019 году нас ожидают новые объекты. Уже начато строительство двух школ, детского сада, спроектированные спортивные, культурные сооружения. Цели и задачи по развитию Коголыма намечены и отражены в актуализированной стратегии развития города до 2030 года. Сергей Финцев, Алина Шаталкина, Николай Сапожников. Специально для новостей.